В Восточной Европе происходит Броуновское движение. Страны живут как молекулы, взаимодействуя между собой в хаотичном состоянии. Вся эта диффузия нестабильности, вызванных распадом Австро-Венгерской, Германской и Российской империи, привела к войне между двумя братскими народами – украинским и польским. Также перед началом видео хочу попросить не вытаскивать из истории межнациональные конфликты, раздувать из них причину собственных проблем и неудач, а потом разжигать ненависть друг к другу из-за руководства, существовавшего 100 лет назад, которое думало лишь бы, как в очередной раз, оттяпать кусок земли у другого государства. Предыстория В городе Львовик начало 20 века численность поляков более чем втрое превышала численность украинцев. Город считался одной из польских культурных столиц. Поляки преобладали в Восточной Галиции среди городского населения, хотя по данным переписи 1910 года, в Восточной Галиции из 5 миллионов 300 тысяч жителей польский язык указало родным 39,8%, а украинский – 58,9%, при том, что часть польскоязычного населения состояла также из евреев. Австрийская же власть признавала и опиралась на мнение лишь польской части населения в политике управления над Галицией. Это, естественно, вызвало недовольство украинцев, которые были по факту наравне с поляками в данном регионе. Ситуация обострилась накануне Первой мировой войны. Польский регионский совет 7 октября 1918 года объявил польскую независимость целью объединения бывших земель Речи Посполитой, включая Галицию. 10 октября Евгений Панай Петрушевич в ответ на это принял решение со своей украинской фракцией в австрийском парламенте о создании Украинского национального совета. Совет провозгласил своей целью создание украинского государства на восточной территории бывшей Австро-Венгрии. Опорой совета были украинские национальные части австрийской армии, полкисячевых стрельцов. В то же время поляки, привыкшие считать всю Галицию польской землёй, надеялись на её присоединение к Польше. Провозглашение украинского государства было намечено на 3 ноября. Подобные процессы шли и на других территориях, на которые претендовало украинское руководство. Так, на Буковине появился румынский орган местного самоуправления, который хотел объединить край с Румынией. В Закарпатье шла борьба между сторонниками присоединения регионов к России, Венгрии, Чехословакии и Галиции под украинским управлением. Особенностью войны была её спонтанность. Вооружённые столкновения начались по всей территории Галиции, и только к середине ноября возник постоянный фронт. Также до середины ноября война велась не профессиональными армиями, а добровольческими формированиями украинцев и поляков. Начало войны Ночью 1 ноября 1918 года 1500 вооружённых солдат и офицеров австро-венгерской армии украинского происхождения без предупреждения вошли во Львов. Вооружённые формирования украинцев за одну ночь заняли все важнейшие учреждения города. Австрийцы объявили нейтралитет. Также той ночью были взяты Безбоя, Ивано-Франковск, Тернополь и другие менее большие города. Галицийские поляки рассчитывали, что скоро регион присоединится к новосоздающейся Польше. 3 ноября уже в Перемышль вошли 220 вооружённых крестьян-украинцев, которые выбили польскую милицию с города. После его взятия ещё 500 человек перешли на сторону украинской армии, но спустя ровно неделю спокойствия к Перемышлю подошли 2000 польских военных. Началось сражение за Перемышль между двухтысячными силами Польши и семьюстами украинцев. В результате битвы польские войска овладели и установили контроль над городом. Перемышль с того момента стал плацдармом для наступления на Львов, где шли усиленные и интенсивные уличные бои. Бой за Львов Утром 1 ноября, сразу после перехода власти в городе в руки украинцев, польские лидеры Львова объявили о начале мобилизации. Одновременно началось укрепление польских кварталов города. В первой половине дня сохранялась напряжённая ситуация, хотя столкновений не происходило. Чуть позже поляки превратили один львовский институт и собор в пункты для призывников. Ранним утром 2 ноября во Львове раздались первые выстрелы. В разных частях города начались бои, которые приобрели ожесточённый характер. В первый день сражения украинской армии противостояли 200 ветеранов недавно минувшей мировой войны. Но уже на следующий день, после подкрепления польских сил, польская армия во Львове насчитывала уже 6000 человек. Несмотря на бои, в тот же день между поляками и украинцами начались переговоры о выработке совместных соглашений и о прекращении огня. Переговоры провалились. К тому дню полякам удалось мобилизовать ещё 1150 солдат, которым противостояло 2050 бойцов украинской армии. У поляков было преимущество в большом количестве военной элиты, тогда как со стороны украинцев воевали обычные рядовые. С 5 по 11 ноября велась позиционная война возле центра Львова. Все попытки сторон начать переговоры прерывались, так как каждый из противников считал город исконно своим. 12 ноября украинцы прорвали фронт, и поляки начали отступление от центра города. 13 ноября во Львове было провозглашено создание Западно-Украинской Народной Республики, президентом которой стал Евгений Петрушевич. 14 ноября поляки прорвали юг Львова, а украинцы овладели его севером. 15 ноября поляки ринули на север, а 16 ноября бои стали снова позиционными. После долгих и безуспешных для обеих сторон боёв за Львов начались переговоры. 17 ноября во Львове был подписан договор о прекращении огня на два дня. За эти два дня правительство ЗУНР обратилось к нетронутым войной провинциям республики с просьбой прислать подкрепление. Но также и поляки перевозили из Перемышля по несколько сотен пехотинцев в день. Это сильно изменило соотношение сил в городе. Теперь превосходство было на стороне поляков – 5800 человек. Когда украинцы имели всего 4600 человек, из которых половина была обычными добровольцами, теперь бои шли между двумя полноценными армиями – польской и украинской. 21 ноября срок перемирия истёк. Всё это время поляки пополняли подразделения, и в 6 часов утра 5-й пехотный полк прорвался во Львов со стороны Перемышля, благодаря чему поляки образовали кольцо вокруг Львова. 22 ноября украинские части сами покинули Львов, дабы расположиться в 30 километрах вокруг него, взяв столицу Галичины, в осаду. Утром поляки вошли в центр города, однако польское командование было разочаровано тем, что смогло упустить 4000 человек из котла. Сразу после взятия города во Львове произошёл еврейский погром, хотя евреи сохраняли нейтралитет в польско-украинском противостоянии. Открытие фронта. Волынь, Буковина. С середины ноября началось формирование украинско-польского фронта, общей длиной около 200 километров, от Волыни на севере и до румынской границы на юге. Такая длина была обусловлена многочисленными восстаниями поляков и украинцев, не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах Галиции. 5 декабря 1918 года состоялось сражение Захыров между двумя тысячами поляков и тысячей украинцев. Хоть Перевес и был на стороне войск Польши, но украинцам спокойно удалось овладеть городом. Благодаря этому они смогли развернуть наступление на Перемышль. 9 декабря украинские части вплотную подошли к городу, но не смогли его взять, так как город был мощной крепостью бывшей австро-венгерской армии. 12 декабря польские колонны развернули контрнаступление от Перемышля к Хырову. 16 декабря в ходе боёв с украинцами поляки вновь овладели Хыровом. Теперь началось затишье. А уже 3 января 1919 года польские силы вошли на территорию Волыни, которую покидали германские оккупационные войска. К 14 января все ключевые населённые пункты региона контролировались поляками. В ходе этого в бои включилась директория Украинской Народной Республики во главе с Симоном Петлюрой. Тем временем на юге Польско-Украинского фронта украинские войска предприняли попытку присоединить к ЗУНР Закарпатья. Воспользовавшись Чехословацко-Венгерской войной, несколько батальонов украинской армии проникли в этот регион. Если хотите увидеть видео про эту войну, то ставьте лайк и пишите комментарий «Я хочу видео про Чехословацко-Венгерскую войну» на пальцах. И тогда я осуществлю процедуру по созданию всего видеоматериала. Не хотел бы спалили детали потенциально предстоящего видео про эту войну, но вынужден в контексте данного видеоролика упомянуть, что по некоторым причинам украинцы добровольно вышли из Подкарпатской Руси. В январе Евгений Петрушевич отдал распоряжение сформировать украинскую Галецкую армию из регулярных военных отрядов. Украинцы воспользовались затишьем для формирования этой армии. 21 января украинцы двинулись ко Владимиру Волынскому и Ковелю. 22 января они овладели городом, но к сожалению большевики в тылу ОНР начали боевые действия, и поляки воспользовавшись этим начали общее наступление на северную часть фронта. Таким образом, Украина оказалась между натиском Советской России и Польши. Поляки активно наступали на украинские земли Волыни, но крупные города Луцк и Ровно не сдавались, оставаясь под руководством украинцев. Одновременно происходил процесс объединения ЗУНР с УНР, точнее с директорией Симона Петлюры. 22 января был подписан Акт Злуки, и ЗУНР вошла в состав УНР в качестве Западной области Украинской Народной Республики. 28 января после торжественного митинга в Киеве и официальном объявлении о воссоединении Украины, Петлюра направил в ЗУНР оружие, боеприпасы и нескольких военных руководителей. Однако помощи от Петлюры хватило ненадолго. Уже в феврале части УГА почувствовали острую нехватку боеприпасов. В феврале под Львовом вновь начал обостряться конфликт. Украинцы хотели взять город, который считали столицей ЗУНР. Тем временем Польша не могла должным образом обеспечивать свои части в Галиции из-за нескольких пограничных конфликтов с Чехословакией, чем воспользовалось командование УГА. 16 февраля украинские войска нанесли удары в направлении Львова. После ожесточенных боев 18 февраля УГА перерезала железнодорожную линию из Перемышля во Львов, лишив польские войска поддержки из Польши. Из-за этого во Львове началась паника. Командующие польской армией готовились к добровольной сдаче города. В тот же день во Львов прибыла миротворческая миссия Антанты, главной целью которой было создание демаркационной линии в Галиции между поляками и украинцами и прекращение войны. Несмотря на свои мирные цели, миссия привезла для польской армии 100 пулеметов, 18 самолетов и 10 тысяч винтовок. Генерал Антанты предложил просто переход Львова и Драгобыча к Польше, что очевидно не устроило ЗУНР. Переговоры провалились и война возобновилась весной 1919 года. 7 марта поляки перешли в наступление у Львова, однако уже на следующий день украинцы перешли в контрнаступление, в ходе которого были взяты окраины Львова. Узнав, что к полякам едет на подкрепление французская армия Юзефа Халлера, правительство ЗУНР обратилось к Польше с предложением мира. Украинцы решились отойти за границы, предложенные генералом Антанты. Уже в конце марта-начале апреля руководство ЗУНР начало обращаться к европейским государствам с просьбой стать посредниками в украинско-польском конфликте и помочь помириться с Польшей. Франция поощряла как Польшу, так и Румынию в их действиях против Советской России, УНР и ЗУНР, несмотря на то, что УНР сражалась на востоке против большевистской России. Польша с самого начала войны с ЗУНР старалась перетянуть Румынию на свою сторону, чтобы открыть второй фронт. В конце мая Антанта дала согласие на вмешательство румынских войск в польско-украинскую войну. Польская разведка доложила, что украинская армия была полностью деморализована из-за треугольника смерти в виде Польши, Советской России и Румынии, а также 80% бойцов УГА разошлись по домам, и в течение июня поляки спокойно входили в украинские города, расположенные на западе страны, а в середине июля была ликвидирована украинская галецкая армия. Поражение УГА в войне с Польшей привело к установлению с июля 1919 года полной оккупации в Восточной Галиции польскими войсками. Тем временем Буковина ещё в ходе войны вошла в состав Румынии, а Закарпатье стала частью Чехословакии. 21 апреля 1920 года Симон Петлюра от лица УНР договорился с Польшей о границе между государствами по реке Сбруч. Нестандартный монтаж на ещё маленьком канале, но даже несмотря на это, парень старается и делает ролики качественно. Переходите и просто зацените Анчар, ссылка в описании. Холода отбросили немецкую армию от Москвы и фронт на время замер. И уже с 1942 года начались полномасштабные поставки для СССР по программе Ленд-Лиз. В ходе войны Советский Союз получил огромное количество боевой техники, сырья, топлива, продовольствия, лекарств и так далее. Ну а на этом всё, если вы досмотрели видео до конца, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok